Добро пожаловать на мой канал. Сегодня ко мне приехала посылочка с мангой Клинок Рассекающих Гимонов. Давайте перейдем к самой манге. И тама ко мне приехали с 12 по 23. И давайте пойдем по порядку. Издательство Jump Comics. Задняя обложка. Цена 440 йен. Внутренняя обложка. Список персонажей. Содержание. Пройдемся по рисовочке. Только ради этого момента купил эту мангу. Ладно, кого я обманываю. Еще переход между главами с ней. Характеристики Далан Том был выпущен в 2018 году. И задняя внутренняя обложка. 13 том. Внутренняя обложка. Давайте немного полистаем мангу. Показывает прошлое. Забыл как зовут этого парня. В нем вроде еще может поедать демонов и становиться полудемоном. Вот. Тот самый момент. Характеристики. Данный том был выпущен в 2018 году. 14 том. Корешочек. Задняя обложка. Внутренняя обложка. И задняя внутренняя обложка. У одного из столпов пробудилась метка. Такие прекрасные переходы между главами. И здесь рассказывается о том, что она в 8 раз сильнее, чем обычные люди. То есть у нее плотность мышц очень большая. Характеристики данного тома был выпущен в 2019 году. Кстати, если вы не знали, дизайн задней обложки у каждого тома своеобразный. То есть изображен персонаж и под него сделана задняя обложка. 15 том изображен вроде бы гемей. Задняя обложка. Очень приятные такие цветочки. Внутренняя обложка. Корешочек. И задняя внутренняя обложка. Давайте полистаем немного мангу. Ребята уже вернулись обратно на базу. И начинают лечиться. После получива травм. Характеристики данного тома был выпущен в 2019 году. 16 том. Корешочек. Задняя обложка. Внутренняя обложка. И в этом томе ребята будут нападать на Мудзана. То есть Мудзан нападет на старшего. Как итог. Это будет ловушка. Он пожертвует собой. Дабы одолеть Мудзана. Появляются высшие луны. Так. И в конце у нас здесь показывают прошлое Коча Шиноба. Характеристики данного тома был выпущен в 2019 году. Вот такой 17 том. Корешочек. Задняя обложка. Внутренняя обложка. Не особо хотел вам это спойлерить, но Коча Шиноба проиграла. В переходах между главами ее сестра плачет. Показывает такого серьезного Зеницу, которому рассказывает о том, как его учитель раскомнадзорнулся из-за того, что его ученик стал демоном. Как итог. Зеницу создает новый стиль. И разрубает своего противника. Точнее, если быть, своего прошлого приятеля. А здесь у нас Геотомиука и Танджиро сражаются против демона, который одолел столпа солнца. Как итог, у Геотомиука пробуждается метка, и он побеждает демон. Характеристики. Данный том был выпущен в 2019 году. Вот такой замечательный 18 том. Задняя обложка изображена глицинью. Внутренняя обложка. Корешочек. И задняя внутренняя обложка. В данном томе нам расскажут о прошлом демона, которого они только что одолели. Как оказалось, он голыми руками вышел против Мудзана и начал против него драться. Вот те самые фреймы. Также Доума, который сражается против Канава и Кабана. Канав хочет отомстить за своих двух сестер. А Кабан же просто помогает. Но в течение сражения он узнает о том, что Доума давным-давно съела его маму. Вот так его мама выглядела. И Кабанчик начинает плакать. В итоге, собравшись, он озверел и начал атаковать Дом. Характеристики. Данный том печатался в 2019 году. Вот такой 19 том изображен. Обанай, если я не путаюсь. Задняя обложка. Также есть корешочек. Внутренняя обложка. И корешочек. Внутренняя обложка. Встречает нас дома. И, наконец, Канава отомстила за сестер. Ну, такой переход между главами. И носки плачет. Все ребята ранены. А здесь нам показывают технику Какушиба. Он может видеть все внутренности, кого кто-то ни был. Бой будет очень серьезным. Фактически, это внук против деда. На данный момент Какушиба сражается против трех столпов одновременно и против одного обычного мечника. Характеристики данного тома был выпущен в 2020 году. Вот такой вот двадцатый том. Внутренняя обложка. Корешочек. Задняя обложка. Давайте немного полистаем Мангу. Здесь нам показывают такого жесткого Какушиба, который пробудил свой меч. Также покажут его прошлое, как он сражался со своим братом Геройч. Вот так он выглядит в старости. Он был очень сильным мечником. Сильнейшим. Хотя он не являлся даже столпом. И, какушиба, проигрывает. Вот такие красивые фреймы. И показывают, как Какушиба одолел Ируичи. Но на самом деле, Ируичи умер своей смертью. Это у нас такие зарисовочки. Интересные факты о персонажах. Их характеристики. Данный том был выпущен в 2020 году. Мы на финишной прямой. Осталось всего три тома. Двадцатый первый том. Корешочек. Задняя обложка. Внутренняя обложка. И задняя. И корешочек. Здесь ребята считают потери. Уже много его потеряли. И показывают Макзану, который эволюционировал. Стал очень сильно. Показывают Луну, намекая на то, что не скоро будет Солнце. Битва продолжается. Столпы теперь поражения. Также показывают прошлое Ируичи. Их характеристики. Данный том был выпущен в 2020 году. Вот такой двадцатый второй том. Изображен Макзан. Задняя обложка. Корешочек. Внутренняя обложка. Столпы уже не выдерживают. Переходы между главами. Очень красивые. Те толпы, которые могут стоять, продолжают сражаться. Показывает Незюка, которая стала человеком. Характеристики данного тома был выпущен в 2020 году. Очень красивая задняя обложка. Ну и вот он, финальный двадцатый третий том. Вот такой корешочек. Задняя обложка. Очень красивая. Внутренняя обложка. Кстати, данный том самый толстый из всех. Давайте возьмем по сравнению. Ну вот, посмотрите. Битва продолжается. Осталось совсем немного. Мудзан уже ослаб. Солнце наступает. И как итог, Мудзан проигрывает. Финальные фреймы. Ну, превратился вот такого огромного ребенка. Дабы весь урон был по площади. И он умирает. И вот так красиво погибли Митцврия Банай. Надеюсь, я не ошибся. Это вроде Банай. Ужасно потрепанный Танжиро. Который должен был выжить и стал демоном. Здравствуйте. В итоге, слава богу, он стал братным человеком. И все в порядке. Возможно, это надо было для того, чтобы он отрасил себе обратно руку и все у него зажило. И в конце у нас вот такой вот спешил. Здесь они все школьники. И последний фрейм. Очень милый. Также после слове от автора. И характеристики, да, он был выпущен в 2020 году. Ну и вроде на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он в описании. И мой магазин Манги. Также там внизу. Эту всю Мангу можно купить у меня. И всем пока.